Итак, ну что ж, дорогие друзья, вы хотели лечь спать, а вот и нет. А я вам говорил, что будьте вооружены, будьте готовы к любой информации на моем канале. Я вам говорил, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить инфу. Если вдруг внезапно вы пропустили и не первые об этом узнали, то исправьте ситуацию на будущее. Значит, что мы делаем? Мы сейчас ставим лайк, подписываемся на канал, смотрим Сникпик полностью, а также подписываемся на арт-кл, потому что у него выйдет подробный обзор всего того, чего у меня вы не увидите. Да? А там у него вот такое... Ну что ж, усаживайтесь поудобнее. Погнали, друзья! Сникпик. Так, начнем с того, что разработчики вот так вот нас пульнули информацией, и информации больше, чем я за год в универе написал конспектов, не знаю. Реально, ну, послушайте ее, приготовьтесь, пожалуйста, и все, 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 все выслушайте. Начнем, наверное... С чего начнем, брат? Со скинов? Давай со скином начнем, да. Давайте начнем со скинов. Сейчас вы видите скин на Бо, который вы получите, кстати, за 12 побед в челлендже, да? То есть он абсолютно бесплатный будет, и только так вы его сможете получить. Следующий у нас скин, это скин на Тика, который вы видите сейчас на экранах. И помните, мое вангование, я говорил, что этот скин будет стоить 80 гемов. В яблочко просто Холдик попал. Этот скин появится в игре у нас 19 декабря. То бишь, через 5 дней, друзья, мы уже будем играть на этом скине, а значит, у Холдика выйдет ролик. Ну что, а может, Тика на 35 ранг? Хотя такой уже ролик был, поэтому Холдик придумает что-то новое. Так, давайте посмотрим анимацию поражения. Вот так вот, ну ничего такого выдающееся. Значит, дальше едем. Фрэнк! Следующий скин на Фрэнка! Этот скин стоит 150 гемов. По-моему, я тоже предсказал, да, брат? По-моему, предикнул нормально. По-моему, предикнул, ну да. Смотрите, какой классный скин, реально, мне очень нравится. Это самый лучший скин вообще из тех, которых добавили. Лично мое имха. Кстати, да, да, это мое имха. Скин этот выйдет через 3 дня после Тика, то бишь, 21 декабря, друзья. Дальше едем. Давайте посмотрим на анимацию поражения. Ой, как прикольно, смотри, как он схватился. Ай-яй-яй, шо мне делать, шо? У него делит этот, блин, ведро на голову. Вань, сними его. Я сниму обязательно, вы это скоро увидите, ребята. Так, ну, короче, смотрите, как это круто выглядит. Там, где травка зеленая, вообще прям... А посмотри на карты. То есть, ну, карты, обратите внимание на это, друзья, обязательно. А шо с картами, бро? А шо с ними, да? Ну, таких карт сейчас нету в игре, походу их возвращают. О, прикольно. Короче, едем дальше. Щелкунчик Гэйл будет стоить 150 гемасов. По-моему, я не говорил, сколько он будет стоить, да. И добавит этот скин тоже после 2 дня. А, короче, тот скин тоже через 2 дня. Я сказал, через 3, сорян. Короче, щелкунчик Гэйл, да, та вообще пофиг. 23 декабря выйдет. Короче, через каждые 2 дня будут выходить новые скины. По поводу скина щелкунчик Гэйл. Ну, чё я могу сказать? Прикольная ульта, звездочки какие-то вылетают. В целом, ну так, типа. Прикольно, да. Интересно, молодежно. Давайте посмотрим, может, анимация у него поражения прикольная. Давайте посмотрим. Вот, кстати, тоже карта вторжения на остров. А, кстати, помните, да, помните эту карту? Мы, кстати, эту карту возвращали с арткулом. Да, да, да. Так, ну вот такая вот победа у него. Мне нравится, на самом деле. Ну, прикольно, да, так барабанит, барабанит. Как будто новый перс, реально, слушай. Ну, это всё уникально. И анимации, и выстрелы, и всё, всё, всё. И поражение, и победа. Так, ну что, переходим к следующему скину. Не понял. А, Варио Орбо мы уже этот... Блин, он был самым первым, друзья. Варио Орбо, когда он появится? Он появится 29 января? Ну, это в магазинах он появится 29 января. Господи, и очень страшная цифра, ребят, в 2021 году. Ух! Так, ладно. Так, ну что, по скинам мы прошлись. Посмотрели анимацию, поражение, победы и геймплей тоже. Дальше, ребятки, мы, наверное, перейдём... Ну, давайте... Вот можешь сейчас показать Осаду. Новая Осада, кстати, да. Кстати, прикольная. Очень такая тематическая, я считаю. Атмосферная, да? Но она подходит к Осаде, согласись. Посмотри, как... Да, да, да. Такие, блин, баррикады. Не поняла, что она... А, она по эту область не видит. Да, Новая Осада реально выглядит круто. Там он... Нани я видел на базе. Короче, ну, прям, прям, прям классно. Всё чётенько. Сделали такой тёмный, хардкорный, не знаю, формат этого режима. Мне нравится. Ну что, время поговорить, наверное, про баланс, бро, или что у нас ещё? Давай ещё перед этим скажем, что будут анимированные эмоджи на персонажей. И не только на кольта, как предполагалось. Вон, список ты только что закрыл. Верни назад чуть-чуть. Какой? И ты увидишь. Вот здесь вот. Анимированные пины будут на Спраута, на Пока, на Брока, на кольта, на Мортиса, Шелли. Мортиса, Шелли, Эль Прима и Тара. Это у нас в видосе есть? Мы подсмотрим это или чуть позже? Я думаю, да. Давайте, как к этому дойдём, мы посмотрим анимацию. Ну а параллельно, пока вы будете наблюдать геймплей, ребятки, приготовьтесь к изменению баланса, которое сейчас вас потрясёт в шок. Это будет очень интересно конкретно топам, которые пушат кубки и следят заметными. Ну что ж, приготовьтесь, ваш мир не будет прежним. Итак, переводчик. Дуа Шоу Даун. Это вот это соревнование в ШДшке, за которое Бо можно получить. Информация о нём. Четыре поражения, двенадцать побед. Условия победы, один ранг или второй. Кстати, прикольно, знаете, что в этом челлендже можно получить на ноль кубков Бо со скином? Как вам такой прикол? И я попробую про это записать видос. Окей. Едем дальше. Значит, награды. Какие будут награды за это испытание? Получаются звёздные очки, монеты, плюс тридцать гемов, вау, и Бо. Тридцать гемов плюс скин на Бо. Нифигасе, ещё и гемы выиграем, но это неплохо. Надеюсь, что это именно такая информация. Добавлены цвета в ленту убийств, в дуо шеллдаун. Добавлен индикатор прицеливания по земле для определённых способностей, таких как Кроу и Пайпер. Что? Индикатор прицеливания по земле? Я хочу это видеть. Я тоже это хочу видеть. Вот, кстати, анимированные скины, смотри. Лё, они прикольные. Да, конечно, блин. Лё, лё, прикольно. Вот теперь реально эмодзи можно пользоваться. Слушай, бро, а у нас... Смотри, блин, в катке круто смотрится. А, ну, давайте. А, ну да, слушайте, анимированные поярче, анимированные поярче. Так, короче, ладно, вы пока смотрите видеоряд, давайте дальше потихонечку. О, боже, добавлена поддержка новых устройств с высокой частотой обновления. То есть, это по герцам, да, получается? Ну, короче, давайте, наверное, давайте, наверное, перейдём к таким интересным. Да, давайте перейдём к интересной инфе. Значит, Карла больше нельзя оттолкнуть при использовании его гаджета Flying Hook. А раньше его можно было оттолкнуть. Вот, теперь у него эта способность прерываться не будет. Новый гаджет для кольта и 8-бит теперь корректно показывает активный эффект. Так, эээ... Ты так умный, с умным, я бы это сказал, но я понял, что... Это, да, очень интересно. Ребят, ребят, честно, вот... Всё, 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 давайте, давайте пройдёмся по бафам. Кого улучшат? Вот это будет интересно. 8-бит. Ребята, его опять улучшают, прикиньте. Ему увеличат урон усилителя с 30 до 50%. Нихило так. 20%! Нихера себе! Я хочу уже поиграть на 8-бите. Бык! Быку! Порог срабатывания здоровья Берсерка увеличен с 40% до 60! Да охренеть! Нормально. Бык теперь реально будет... Но старку улучшают, да, потому что все начали другой старкой пользоваться. Он будет более играбельным. Калет! Да ладно, её тоже бафают! Увеличили здоровье с 3200 до 3400! Увеличили начальный прирост щита после активации. Супер! С 10% до 20! То есть ульту тоже её улучшили на 10%. ХП добавили на 200%. Я считаю, Калет и так была метовой, нет? Она, блин, в многих режимах играбельная. Она нормальная, она жёсткая была, да. Я представляю, что будет после бафа. Брат, Кольт! Сейчас будем мазать бальзамом душу. Значит, Кольт, увеличили урон с 320 до 360. И бонус к скорости... Здоровье, здоровье! Нет, увеличили урон от основной атаки. А, я Калет смотрел, извиняюсь, извиняюсь. Кольт, Кольт, увеличили урон на 40 единиц. И также увеличили бонус к скорости с 10% до 13. Вот. У него теперь будет скорость как очень быстрая. Нифига себе. Ещё и урон увеличили. Ну, прям... Прям Кольта буду пушить теперь. Очень быстрые скандалисты. Ворон! Ха-ха! Ворона бафают, ребята! Теперь длительность Слоуинг Токсин. Это, получается, пассивка его. Увеличили с 300 с половиной до 5 секунд. Ну, посмотрим, посмотрим. Степень защиты, щит, у него уменьшили с 60% до 40. Да. Непонятно. То есть, его и бафнули, и дебафнули. И заряды... Да. Заряды Дефенс Бустер увеличили с 2 до 3. Ага. То есть, вот этот гаджет, щит, ему уменьшили порог, но увеличили количество использований. Капец. Дальше едем. Дэрил, друзья. Дальность теперь. Тар Боррель. Это что получается? Это ульта его или что? С 4 до 5 секунд увеличено. Длительность, длительность. Я извиняюсь, не дальность, длительность. Да, длительность. Длительность. На одну секунду. Ну, тхз. Тхз. Смотрим. Динамайк. Динамайк. Динамика. Увеличили скорость перезарядки основной атаки на 6%. Ребята, Динамайк у нас является самым сложным персонажем. Посмотрим теперь, даст ли ему перезарядка некую имбовость. И также увеличили его урон. Фиджет спиннер. С 700 до 1200. На нах, просто. На 500 единиц. Я только что суммировал у себя в голове. Кстати, посмотрите на баунти. Да, сейчас будем создавать баунти с вами, ребят. Ну, сейчас, кстати, дадим по мапмайкеру тоже есть изменения. Эмс. Увеличили урон с 500 до 520. Также увеличили урон суперспособности с 200 на 240. Исцеление. Хайп за удар бравлера увеличено с 320 до 420. Короче, Эмс увеличили урон от основной атаки, урон от суперспособности. И исцеление увеличили тоже на 100 единиц. Ядри, ё-мать. Ну, что творится? Эмс тоже, кстати, фиксили. Опять бафают. Что происходит? Ребята, гридет революция по балансу. Новые меты. Встречайте, я вам их сейчас называю. Фрэнк. Наконец-то мы сможем со скином поиграть. Увеличили здоровье до 7000. А было 6400. Ребята, ну всё, Фрэнка точно буду пушить. Ты что, с этим скином однозначно? Гейл. Тоже увеличили здоровье на 200 единиц. С 3400 до 3600. Джеки. Увеличили урон контр-краш с 15% до 30. Охренеть, в два раза. В два раза. И также урон от основной атаки увеличили на 80 единиц. Блин, я хочу это посмотреть в действии. Джесси. Урон от основной атаки увеличили с 840 до 920. Исцеление за выстрел тоже увеличили почти на 100 единиц. То есть по пушке она стреляет, и теперь хилиться будет на 100 хп больше. Охренеть. Также увеличили скрап и хил с 3000 до 3200. Хотя, кстати, херь знает, может эти 10 единиц не так много, но... Как по мне, как по мне, ну... Не, ну че-то, по-моему, неплохо так бывает. Всех, кого бафнули, все будут юзабельны. Леон. Бонус в скорости передвижения увеличен на 6%. Посмотрим. Леоном, в принципе, да, редко играет. Возможно, это что-то даст. Мортис. Не буду играть на Мортисе, можно его скиптить. Короче, его лайфстил от Супер увеличили со 100% до 125. Это что за лайфстайл у него, лайфстил? Наверное, пассивка какая-то, я не знаю. Короче, ребят, у нас на английском написано, да. Кто такой Ген? После Мортисе? Мистер Пи. Мистер Пи. Значит, его атаку увеличили на 60 единиц. Мистера Пи бафнули. Нита увеличили урон на 80 единиц. Лечение его медведя увеличили на 300 единиц в обе стороны. Да, об этом, кстати, спойлерилось на одном из роликов рекламных. Охренеть просто. Пэм. Увеличили исцеление суперспособности на 40 единиц в секунду. Также увеличили вот это мамины объятия с 40 до 48 с каждого врага. И урон в секунду увеличили на 300 единиц. Охренеть. Урон бафнули. Ё-моё. Пайпер увеличили перезарядку патронов, ребята, на 0,1 секунды за удар. Охренеть. Рикошет увеличили здоровье на 200 единиц. И также бонус к урону супер бонс увеличили со 100 до 124. Сэнди увеличили хилку на 50 единиц. Шелли увеличили дальность замедления. Э. Куда? У нас видос закончился. Шелли увеличились... О, боже. Длительность замедления... Ха-ха-ха. Длительность замедления от Shell Shock увеличена с 3 до 4 секунды. Время перезарядки пластыря уменьшено с 20 до 15 секунд. Шо за пластырь? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ладно, идем дальше. Нерфы! Теперь нерфы, ребята! Брок! Пошел! Пошел дальше. Да. Уменьшена дальность основной атаки с 23 до... С 23 до 20 плиток. 3 плитки минус дальность. Ну, теперь на каждого Брока найдется свой укоротитель. Это Карла читаешь. Брок выше. Блин, ребят, это Карл, сорян. На 3 плитки Карла дальность уменьшили. И слегка уменьшена... И слегка уменьшена скорость перезарядки основной атаки. По-прежнему требуется 6 ударов, чтобы заряжать суперудар. Скорость суперзаряда увеличена с 17 до 16 ударов. То есть ульта набивается теперь с 16 ударов. И урон от Hit Ejector в секунду увеличен с 300 до 400. Фух. Ты ж Брока забыл прочитать. Брока, Брока! Здоровье уменьшили на 200 единиц. Бонус урон уменьшили на 60 единиц. Урон зажигательного оружия уменьшили на 100 единиц. Ну, на 80. Бонус урон ракет фул уменьшен со 100% до 50. Просто жесть. Гейл. Да, Ген, это Гейл? Сейчас. Джин. Это Джин. Ой, Джин, Джин. Уменьшено здоровье на 200 единиц. Скорость суперзаряда с 3 до 4. Офигеть, его теперь опять ульта добивается с 4 ударов. Также радиус выталкивания уменьшен на 33%. Йоу. Соответствует теперь гаджету Эмс. Исцеление уменьшено на 100 единиц. Ну, у него было 700. Теперь 600. Количество зарядов ламп Блаут увеличено с 2 до 3. Шип, это кто? Спайк. Спайк. Уменьшена скорость перезарядки основной атаки на 5%. Тара. Уменьшено здоровье на 200 хп. Дальность уменьшения. А, нет, стоп. Длительность. Физик энханкер уменьшена с 5 секунд до 4. Что бы это ни значило, то это плохо. Поставить галочку. Ха-ха-ха. Это кто? Тик. Это Тик. Уменьшили скорость перезарядки на 4,5%. Ой. Тоже мне Тик. И изменение режимов. Игровая среда свалка, которую мы видели с вами. Для режима осада. И настоящее ограбление возвращается с небольшими изменениями. Такими как метательный тир для подарков. Фух. Ребят, переваривайте эту инфу без меня. Я пойду сам это переварю. Ты, кстати, не все показал. Там еще есть. Ты текст невес скопировал. Что там еще? Нажми на паузу. Еще одна инфа, ребята. Господи. Трофейная лига. Продолжительность трофейной лиги увеличена с 2 до 4 недель. Изменение распада трофея. Цель этих изменений улучшить качество подбора игроков за счет распределения игроков дальше в бравлер трофея. То есть теперь будет подбор изменен. Также драки большинства игроков застряли около 525 трофеев. Потому что система агрессивно вернула их в этот дипозон, что привело к неравных матчах. Так как уровень навыков игрока сильно различается. Распад нового трофея начинается теперь с 501 трофея вместо 550. А, то есть теперь будет... Меньше кубков будет забирать. После сезона, да. Да, да. И как правило, уровни трофея распада. Каждые 25 очков вместо каждой 550 баллов. Короче, теперь у вас будет... Читаю перевод дословно. Распад трофея приводит к тому, что драчун становится на 1 очко ниже нижней границы. Ребят, ребят, что бы это ни значило, вы держитесь. Изменение баланса грядет. Извините, пожалуйста, за такой скомканный перевод. Мне дали просто эту информацию. Вот, за 5 минут до подготовки. Вот все, что я успел, я все для вас перевел. Фух. Надеюсь, вам понравилось. Ну, там, да, там по макмейкеру небольшие изменения. Улучшили редактор карт. Хэштеги теперь видны. Короче, боже, сколько информации. Как вы это все переваривать будете? Мне жалко вас. Ну, вот вам информация на ночь. Спите теперь с ней. Живите с этим, да. Живите теперь с этим. Зачем так много инфы вам на ночь? Я не знаю. Спокойной ночи, ребят. Увидимся. Ждите завтра Снэквик. Надеюсь, он выйдет пораньше.